Суббота, Третья седмица Великого Поста Повиновение усопших Со святыми у покоя Христе души рабов Твоих Там, где нет ни боли, ни скорби, ни стинания, но жизнь бесконечная. Проповедь в родительскую субботу Третьей седмицы Великого Поста Архимандрит Кирилл Павлов Во имя Отца, Сына и Святого Духа, возлюбленная во Христе братья и сестры, святая церковь, как нежная и чадолюбивая мать, которая заботится не только о спасении живых, но простирает свою заботу и о спасении душ, отшедших от нас отцев и братьев, собрала, чтобы мы вознесли молитву ко Господу о покоении всех усопших вместе с ветви вместе покойния. Вознося свои молитвы, мы должны, не сомневаясь, быть уверены в том, что Господу они приятны, и Он примет их как жертву, которая благотворно повлияет на состояние душ усопших. Мы не должны забывать усопших, ибо они наши братья по духу и плоти, которые живут сейчас в другом мире и ждут от нас молитвенной помощи. Если бы перед нами отверзлась сейчас та бездна, в которой находятся души усопших, то мы могли бы увидеть трогательную картину их безмолвной мольбы к живым членам Церкви Христовой, мольбы о том, чтобы мы помогли им своими молитвами. А совершая молитву за усопших, мы вместе с тем должны и сами себя готовить к переходу в иной мир, помышляя почаще о своем смертном часе и укрепляя веру в будущую загробную жизнь. К сожалению, в наше время некоторые люди совершенно отвергают бытие бессмертной души и бытие будущей загробной жизни, а между тем вера в бессмертие души для каждого человека является главным источником его нравственно-разумной жизни. Смотря по тому, как человек относится к вере в будущую жизнь, у него складывается определенное мировоззрение, определенный взгляд на свое земное существование. Если человек твердо верует в будущую жизнь, то он старается свою жизнь на земле провести добродетельно, безгрешно, уклоняясь от всякого зла. При забвении же о вечности человек ходит во тьме и не знает, куда идет. И жизнь земная для такого человека является даром напрасным и случайным. И порою такие люди разочаровываются в своей земной жизни и оканчивают ее самоубийством. В том, что будущая загробная жизнь существует, нисколько не приходится сомневаться, ибо имеется много существенных доказательств в пользу этой истины. Прежде всего, дорогие во кресте братья и сестры, во всех времена и у всех народов наряду с верой в божество всегда существовала вера в будущую загробную жизнь. Греки, римляне, персы, арабы, индусы, даже дикари разных племен – все так или иначе верили и верят, что жизнь человека не прекращается с его смертью. Эта всеобщность веры в существование загробного мира имеет для нас весьма назидательное значение, потому что она красноречиво говорит, что будущая жизнь действительно существует, потому что вера в нее непосредственно заложена в саму природу, в сознание каждого человека. Другим существенным доказательством бытия будущей жизни являются показания здравого разума, которые убеждают в том, что кроме настоящей жизни есть жизнь-будущее. Обратим внимание на видимую внешнюю природу. В целом мире, говорит преснопамятный святитель Филарет Московский Дроздов, нельзя найти примера признака и доказательства уничтожения какой бы то ни было ничтожной вещи. Нет прошедшего, которое не приготовляло бы к будущему. Нет конца, который бы не вел к началу. Всякая особенная жизнь сходит в свойственный ей гроб, лишь только для того, чтобы оставить там свою обвешалую старую одежду, а сама восходит в сферу иной жизни, чтобы облечься в новую прекрасную одежду. Солнце заходит, чтобы взойти опять. Звезды утром умирают, чтобы воскреснуть вновь вечером. Реки погребаются в море, а воскресают в источниках. Целый мир земных прозябений осенью умирает, а весною воскресает. Зерно, брошенное в землю, в земле умирает, чтобы воскреснуть в новом злаке. Умирает пресмыкающаяся червь, а воскресает крылатая бабочка. Если низшие твари разрушаются только для воссоздания новой жизни, то неужели человек, этот венец творения, красота всей вселенной, хуже червя или зерна горчичного? Другое доказательство бытия бессмертной жизни мы черпаем из свойств нашей души. В то, что Бог есть, мы, несомненно, веруем и знаем, что Он правосуден и всесвят. Им вложено в существо нашей природы стремление к добру и отвращение от зла. И многие люди действительно стараются делать добро, поднимая на себя нелегкий подвиг самоотвержения. Но мы видим, что часто в этой жизни нечестивые люди наслаждаются блаженством, то есть счастьем, а праведные страдают до самой смерти и очень часто от нечестивых. Если бы не было другой жизни и воздаяния по делам каждому, то оказалось бы, что Бог не правосуден и не свят, не милосерден к праведникам и слишком снисходительным грешникам, но этого представить невозможно, потому что будет другая жизнь, где каждый и получит награду по своим делам. Для верующего человека существенным доказательством бытия будущей жизни служит Священное Писание. Для православного человека Священное Писание является источник всех познаний, в том числе и познаний о будущей жизни. Еще в Ветхом Завете эта тайна была возвещена людям, и люди уверовали в будущую жизнь. Премудрый Соломон говорит «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». В Новом Завете эта истина открывается с еще большей ясностью. Сам Господь во Святом Евангелии неоднократно уверяет нас в бытии будущей загробной жизни. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Святые апостолы, имея твердую веру в будущую жизнь, все свои послания основывали на этой незыблемой вере. Святой Павел глаголал «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И как мы носили образ Песного, будем носить и образ Небесного». Наконец, есть и опытное доказательство действительного существования в будущей жизни и явления душ умерших. В христианской церкви имеется множество свидетельств явлений из потустороннего мира людей, как прославленных, так и самых простых смертных, начиная с явления святых пророков Моисея Илии и Иилии, явившихся во славе на фаворе при проображении Господнем. Святые часто по изволению Божию являлись людям на земле и возвещали им те или другие истины ради спасения человеческих душ. Были и примеры явлений из потустороннего мира грешников. Вот что поискует об этом святитель Григорий двое слов. Он говорит, что в его время жил один пресвитер, который часто ходил в баню. Однажды, придя в баню, он увидел подошедшего к нему незнакомца, который начал ему прислуживать. Он прислуживал также и по окончании бани. Так повторялось несколько раз. Пресвитер, желая отблагодарить незнакомца, взял однажды в баню две просфоры. Незнакомец пришел и на этот раз и стал помогать пресвитеру снимать сапоги и подавать полотенце для купания. Пресвитер протянул ему за его усердие и любовь обе просфоры. Но незнакомец изрек с горькими слезами, «Отче, что ты делаешь? Ведь это хлеб святой, мне его есть нельзя. Я, которого ты видишь, был господином этих мест, но за свои грехи осужден. Если ты хочешь оказать мне любовь, то принеси этот хлеб Господу и помолись обо мне у престола Божья. И если меня в следующий раз здесь не увидишь, то значит твоя молитва была услышана». Пресвитер целую неделю со слезами молился о душе этого незнакомца, принося за него каждый день бескровную жертву. Когда он снова посетил баню, незнакомец у ему более не являлся. Итак, будучи удостоверены в бытии будущей жизни, станем молиться с усердием за наших почивших родных и за всех православных христиан. А что молитва весьма полезна для усопших, подтвердит другая повесть из жития преподобного Макария Египетского, именуемого еще и Великим. Однажды этот святой муж, проходя по пустыне, увидел череп, лежащий на земле. Когда он стал поворачивать его посохом, то из черепа послышался стон. Старец спросил «Чей ты, череп?» И услышал в ответ «Я был здесь начальником над жрецами, а ты, Ахва Макари, исполненный Духа Божия, молишься за нас в сущих муках, и мы испытываем некоторую отраду». — Какие же вы испытываете мучения и какую отраду? — спросил старец. Как далеко отстоит небо от земли, так велик пламень, который опаляет нас с ног до головы, да так, что мы друг друга не видим. Когда же ты молишься за нас, то мы имеем возможность лицезреть друг друга, и это доставляет нам некоторое утешение. Проследился старец и сказал «Несчастен тот день, когда человек приступает к заповедь Божию. И есть ли еще более тяжкие мучения в аду?» Голос из черепа ответил «Есть. Мы, которые не познали Бога, имеем хотя бы некоторое снисхождение». А те, которые опознали Бога и отреклись от Него, не исполняя Его заповедей, испытывают еще более ужасные мучения. Дорогие братья и сестры, помолимся Господу об отшедших наших сродниках, чтобы Господь простил им грехи и вселил их в селение праведников. Пусть наши молитвы сольются в единый плач ко Господу, чтобы те, о ком мы молим, возрадовались духом за нашу любовь к ним. Со святыми упокой, Христе, души раб твоих. Иде же нет болезни, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Вот что говорит епископ Мелитопольский Кирилл. Разбитый колокол издает неприятные звуки. Необходимо его перелить, чтобы он звучал приятно. Так и человек через грехи пришел в разлад не только с другими, но и с самим собой. И вот через смерть он преобразуется на лучшее существо, способное к стройной, приятной жизни, которая настанет после всеобщего воскресения мертвых. Что для человека всего ужаснее? Смерть. Да, смерть. Всякий из нас не может без ужаса представить, как ему придется умирать последний вздох и спускать. А как терзаются родители, когда умирают их любезные дети, когда они лежат перед глазами их бездыханными. Но не страшитесь и не скорбите, братья, через меру. Иисус Христос, Спаситель наш, Своею смертью победил нашу смерть и своим воскресением положил основание нашему воскресению. И мы каждую неделю, каждый воскресный день торжествуем во Христе воскресшем наше общее будущее воскресение и предначинаем вечную жизнь, которой настоящая, временная жизнь, есть краткий, хотя тесный и прискорбный путь. Смерть же истинного христианина есть не более как в сон до дня воскресения или как рождение в новую жизнь. Итак, торжествуя каждую неделю воскресения Христова и свое воскресение из мертвых, учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами из мертвых тел, обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно об умерших, научитесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло свою грозность. Святой Праведный Иоанн Кронштадтский Иоанн Кронштадтский Иоанн Кронштадтский